Что вдохновляет нас? Скорость. Непрерывное движение. Lexus RX преобразился вновь, опережая собственный успех. Обуздайте его сильный характер. Подробности в салоне Lexus Оренбург при поддержке ООО Toyota Motor. Непрерывное движение. Оглашение приговора едва не закончилось дракой. За что осудили бывшего бухгалтера больницы? И почему женщина свою вину отрицает? Жизненно необходимым лекарством красный свет попадут ли в черный список волокордин, корвалол и антипал? Шашкой и на коне. В Оренбурге на улице вышла конница из 20 породистых скакунов. Что это было? Вначале печальная новость дня. Дестал руководитель Оренбургской теплогенерирующей компании Александр Влазнев погиб сегодня утром в дорожной аварии. Она произошла на участке трассы Оренбург и Лек вблизи села Дедуровка. Там столкнулись два автомобиля, Ауди и Фольксваген. Пассажир Ауди, исполнительный директор Оренбургской ТГК скончался на месте. По неподтвержденной пока информации, шестеро пассажиров Фольксвагена и оба водителя получили травмы. Эту информацию в областном управлении ГИБДД пока никак не комментируют. В адрес родных и близких погибшего директора Оренбургской теплогенерирующей компании поступают десятки соболезнований. Александра Влазнева знали как опытного руководителя, уважали и любили в коллективе. Он пришел работать в компанию главным бухгалтером, а в 2005-м ее возглавил. 19 августа этого года ему исполнилось бы 57 лет. Это действительно удивительный человек, который пользовался особым уважением, мне кажется, среди своих коллег по теплогенерирующим компаниям. До сих пор не могу прийти в себя от того, что произошло. Вот такая нелепая смерть, пусть ему будет, как говорят, царство небесное и, безусловно, память. Самый добрый о нем, во всяком случае, у тех, кто его знал. И у меня лично сохранится она долгие-долгие годы. С какой бы просьбой к нему ни обратился, а тем более, если это профессионально связано с ним, он бесконально разбирается и чисто по-человечески старается все это решать. Вот это, мне кажется, главная его черта и главное то, о чем, к сожалению, будем помнить о нем. Соболезнования родным и близким Александра Влазнева выразил губернатор Оренбургской области Юрий Берг. И вот цитата. Александр Алексеевич внес значительный вклад в развитие энергосистемы Оренбургия, был ответственным и грамотным руководителем, пользовался большим уважением в коллективе. Он был награжден высокими профессиональными званиями. Заслуженный работник Минтопэнерго Российской Федерации, почетный энергетик, был прекрасным отцом и мужем. Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, сказал губернатор. Соболезнования сегодня также выразило и руководство регионального управления МВД. Добавлю, что обстоятельства и причины дорожной трагедии, в которой погиб директор Оренбургской ТГК, сейчас выясняют следователи. Дата и время гражданской панихиды станут известны позже. К другим новостям этого действительно тяжелого понедельника. Вода перекрыла дорогу ЧП в Кваркинском районе. Там оказался подтопленным низководный мост вблизи села Верхняя Кардаиловка. В результате подъехать к населенному пункту теперь можно лишь объездными путями. Причина в том, что в Урале из-за проливных дождей резко вырос уровень воды. Вот что сообщают в МЧС. В связи с продолжительными ливневыми дождями на юге Челябинской области был увеличен сброс Магнитогорского гидроузла. Уровень воды в реке Урал на гидрологическом посту у села Березовка Оренбургской области вниз по течению от границы с Челябинской областью увеличился. В результате чего подтоплен один низководный мост в селе Верхняя Кардаиловка Кваркинского района. К данному населенному пункту существуют другие подъездные пути. Жизнедеятельность села не нарушена. Добавлю, что угрозы подтопления жилых домов нет. В МЧС следят за ситуацией и надеются, что в ближайшее время вода начнет спадать. Последствия дождей между тем дают о себе знать в областном центре. В минувшие выходные вновь просел асфальт на проспекте Гагарина над подземным пешеходным переходом. Правда, на этот раз не столь значительно. Угрозы для автомобилистов нет. Но на этом месте дорожники продолжают вести работы. После продолжительных ливней Оренбург латает дыры. Орск сегодня утром окутала густая дымка. Местные жители сразу же предположили, что причиной всему выбросы предприятий. В плотной пелене также оказались Оренбург, Медногорск, Кувандык. Экологи уже провели свое расследование и не обнаружили в атмосфере никаких вредных веществ. По словам синоптиков, это обычный туман. Очень много выпало влаги за предыдущие дни. Влага существует не только на поверхности почвы, но и в почве, везде. Все промокло, так сказать. Поэтому при охлаждении сразу же начинается конденсация. Слабый ветер, большая влажность воздуха. И некоторое охлаждение в течение, ну суточный ход, как обычно, накладывается. Вот это дало и возможность того, что почти практически по всей территории области наблюдались вот эти вот дымки. Добавлю, что на смену затяжным ливням в регион пришла жара. По прогнозам, она продлится до конца августа. На непогоду не устают жаловаться аграрии. Уборочное встало. На поля смогут выйти теперь только через некоторое время, когда подсохнет земля. Да. Вообще, погоду этого лета сами сельчане называют не иначе, как напастью. Сначала саранча, потом засуха и вот, наконец, дожди. Будет ли урожай? Об этом сегодня говорил министр сельского хозяйства области Михаил Маслов. Юрий Мишенин слушал и анализировал. Экстремальное хозяйство. Сельхозпроизводители области в этом году прошли огонь, воду и медные трубы. Сначала крестьян на прочность испытала саранча. Словредного кузнечика истребляли с земли и с воздуха. Привлекли все возможные механизмы вплоть до авиации. Но избежать потерь не удалось. Ущерб от налета саранчевых составил порядка 700 миллионов рублей. Засуха сельчан тоже не пощадила. Жара и суховей нагрели почву до 60 градусов по Цельсию. Вырастить в таких условиях нормальный урожай проблематично. В этом году из-за засухи уже списано 600 тысяч гектаров. Потери оценивают в 3,5 миллиарда рублей. Но и собрать то, что выросло, без ущерба не получается. Проливные дожди остановили уборочную страду по всей области. В ней 17 мы уже стоим. Практически не можем зайти и начать в полном объеме убирать, проводить уборочные работы. Хотя в полном объеме заготовлен сегодня ГСИЕМ для начала и ведения всех уборочных работ. Но тем не менее погодные условия нам сегодня не дают в полном объеме как бы развернуть. Часть зерна уже проросло и может использоваться только на фураж. Но оставшиеся площади могут дать вполне неплохой урожай. В пределах 2 миллионов зерна всякого мы наберем, то есть по бункерному весу имеется в виду. И тем самым обеспечим в полном объеме Чаренбургскую область для того, чтобы 2014 год прожить безбедственно. То есть заготовим семена, заготовим фураж для животных, раздадим натуроплату населению. По словам министра, порядка миллиона тонн зерна даже останется на продажу. Так что крестьяне немного поправят свое финансовое положение. Но наибольшие надежды вновь на федеральный центр. Из Москвы ждут компенсации по засухе. Буду обращение губернатора президента правительства Медведева. О данной ситуации мы просим потери компенсировать. Как я уже сказал, в сумме 3,5 миллиардов рублей. Ну и на это как бы рассчитываем и надеемся. Юрий Мишенин, Илья Сахаялин. Наше время. И сегодня же министр сельского хозяйства прокомментировал ситуацию с Оренбургским молочным комбинатом. Предприятие существенно сократило объемы выпускаемой продукции. Полки в фирменных магазинах почти пусты. Причиной всему деньги, точнее их отсутствие. Комбинат задолжал крестьянам за молоко порядка 29 миллионов рублей. А потому продукцию туда просто не сдают. Закуп молока, который был в прошлый год, буквально в два раза меньше. Причина как бы объективно понятна. Я туда не повезу, если он мне был должен. Пока, на мой взгляд, нет опасения, что он будет банкротиться. Но, тем не менее, вопрос сегодня держим на контроле. Ну и, конечно, вы сами понимаете, это допустить нельзя, потому что здесь сразу постановится социальный вопрос. Еще новости дня. Оглашение приговора едва не закончилось дракой. В Центральном суде Оренбурга выносили вердикт бывшему бухгалтеру 1-й областной больницы. Не будет никаких съемок. Позже от недвусмысленных жестов перешли к эффективным действиям. Утихомиривать родственников подсудимой пришлось приставам. Впрочем, понять такую горячность можно. Ларису Шетленкову обвиняют в том, что она украла больше трех миллионов рублей. Она свою вину категорически отрицает. Даже не нашли грамма подтверждения этих денежных средств. Вот три с лишним миллиона. Ни квартиры, ни машины, ни ценных, никаких вещей, ничего нет. Она этих денег не брала. Она до последнего даже не знала, что там это происходило. И что эти люди есть подставные. В этих махинациях виноваты, во-первых, бухгалтери. И они все были в этом посвящены. Деньги и вправду не нашли. Зато в прокуратуре уверены, что нашли доказательства преступной схемы. Мертвые души заносились в реестр. Им начислялась зарплата с банковских карт. Наличность снимала мошенница. Лариса Шетленкова обвиняла в афере начальства и коллег. Но гособвинение осталось непреклонно. В органе предварительного следствия не вменяется группа лиц. И не вменялось изначально, что Шетленкова совершила с кем-то. Поэтому было предъявлено обвинение о том, что она сама, одна совершала данное преступление. Суд в итоге признал бывшего бухгалтера виновной. И отправил на три года в колонию общего режима. Правда, родственники подсудимой уже заявили, такой вердикт будут обжаловать. Охота на пьяных водителей. В Оренбурге продолжается операция НЕВАТ. Инспекторы ГИБДД ловят нетрезвых на дороге. Несмотря на ужесточение наказаний и постоянные проверки, многие до сих пор садятся за руль навеселе, рискуя как минимум водительским удостоверением. Николай Федорович, а вы сегодня что-нибудь употребляли? Нет, машину. Потому что характерный запах стоит от вас. Употреблял, да, разговор. А зачем же за руль-то сели-то? Ну, судьба. За последние несколько дней по вине нетрезвых водителей в Оренбурге произошло сразу несколько серьезных аварий. Так, на улице Бебеля хозяин ВАЗовской семерки на скорости влетел в металлическое ограждение. Он не смог справиться с управлением, потому как был пьян. Сам он выжил, а вот его пассажир погиб на месте. Чтобы такие аварии не повторялись, инспекторы намерены проводить как можно чаще рейды по дорогам. Если человек как бы относится наплевательски к своей жизни, да, к своему, к своей безопасности, то хотя бы нужно задуматься о безопасности других людей, потому что нетрезвый водитель за рулем, можно сказать, его приравнить к преступнику, потому что действие непредсказуемо, и реакция на происходящее совсем другая, нежели у трезвого водителя. Жизненно необходимым лекарством красный свет накануне правительство Российской Федерации запретило свободную продажу препаратов, в состав которых входит психотропное вещество фенобарбитал. В черный список угодили такие, казалось бы, безобидные и популярные волокордин, корвалол и антипал. Совсем скоро приобрести их можно будет только по рецепту врача. Между тем, тысячи пенсионеров не представляют своей жизни без этих целебных капель и пилюлей и совсем не понимают, кому они помешали. Екатерина Кселева попробовала выяснить, так ли коварный корвалол с волокордином, а также подсчитала, сколько стоят их безрецептурные аналоги. 8, 9, 10... Эти 15 капель Олевтина Степановна, шутя, называет живой водой. В своей 77 она владеет классическим букетом пожилого человека. Ишемия, стенокардия, гипертония. Волокордин от всех этих недугов, конечно, не излечит, но расшатанные нервы успокоит и бешеное сердцебиение уймет. Ну, когда погода плохая, когда волнуешься, радуешься. Да во всех случаях его волокордин. В этом доме на целебные капли сразу два претендента. Супруг Олевтина Степановна больше полугода парализован. Обычно свои главные лекарства пенсионерка покупает, когда идет за продуктами. Потому новость о том, что теперь приобрести их можно будет только по рецепту, ее шокировала. Записаться к врачу. Это может и три дня, а может и недели. А там иногда и час просидишь, и два. Потом, а потом еще и в аптеку. Сколько это хождений? А ноги-то, они тоже на лекарстве? В аптеках, надо сказать, шокированы не меньше. На всех препаратах у нас написано отпуск без рецепта врача. Вот, допустим, андипал, да, здесь видно, написано отпуск без рецепта врача. Угодивший в черный список и фактически приравненный к наркотику андипал, специалисты называют самым народным средством отдавления и не могут понять, кого и чем он насторожил. Да, каждый из этих препаратов содержит фенобарбитал, но чтобы подсесть на него, надо сильно постараться. Фенобарбитал опасен в первую очередь при несоблюдении дозировки приема этого компонента. То есть, если пациенту отдозировали препарат, если врач назначил, сказал, рассказал, как все правильно впить, в принципе, он не опасен для человека. Здесь уже представляют, какими дикими очередями может обернуться новое постановление правительства. Но самая главная беда пенсионеров даже не в этом. Корвалол, волокордин, андипал – самые бюджетные седативные препараты. Корвалол – объем 50 мл, цена его составляет 17 рублей. Валосердин – объем 25 мл, цена препарата – 42 рубля. Аналоги среди безрецептурных, хоть и горячо любимых народом средств, конечно, есть, только ценники на них не двух, а трехзначные. Здесь и жидкие лекарственные формы, и твердые лекарственные формы в виде таблеток или капсул. Ну и вот, пожалуйста, их ценовая категория. А вот главного нарколога области постановление не только не шокировало, но даже воодушевило. Он уверяет, так принято во всем мире – все лекарства исключительно по рецептам, тем более психотропные. Его используют наркоманы для того, чтобы потенцировать действия других веществ, психоактивных веществ. Ну и оно само по себе, в общем-то, является тоже сильнейшим психоактивным веществом. Полтора года назад такое же табу наложили на кодейносодержащие препараты. Тогда вопросов к авторам закона проекта было куда меньше. Пенталгин, седалгин, нурофен буквально сметали с прилавков для изготовления наркотика дьявола – дизаморфина, который унес жизни десятков оренбуржцев. Зависимых от корвалола в аптеках пока не наблюдают. Спасибо, эти лекарства есть, и мы поддерживаем себя ими. А нет, то, может быть, и давно бы не было нас. В день Киселева, Вадим Мечаев, Наше Время. Обстановка в селе Неженко накаляется. Напомню, два месяца назад на территории пригородного массива начал работать реабилитационный центр для наркоманов. Местные жители отреагировали на таких новоселов крайне резко. Посчитали зависимых опасными во всех отношениях и потребовали немедленно убраться. Параллельно активисты написали жалобы во всевозможные инстанции. И хотя ни одно ведомство нарушений в деятельности центра не нашло, люди намерены бороться до конца. На Медне в местном клубе снова устроили сход граждан, где недвусмысленно заявили, наркоманам в благополучном селе не место. Мы не примем здесь. Здесь люди нормально находятся. Мы примем не такие меры для того, чтобы вас убрать отсюда. Какие? Любые. Любые. И хотя за все время работы центра его подопечные не совершили ничего предосудительного, строжилы все же указали новоселам на дверь. Медногорск остался без сити-менеджера. Накануне стало известно, что глава администрации города Алексей Губанов подал прошение об отставке, а депутаты большинством голосов эту отставку приняли. Обязанности сити-менеджера временно будет исполнять заместитель главы Медногорска по социальным вопросам Юлия Дмитриева. Примечательно, что за последние три месяца это уже вторая громкая отставка в руководстве Медногорска. В мае свои полномочия по собственному желанию сложил глава города, председатель Совета депутатов Евгений Логинов. И вот очередная смена руководителя. Авиабилеты за полцены будут продавать до конца года. Федеральную программу по субсидированию региональных авиаперевозок продлили. Авиакомпания Оренбуржья работает уже четыре месяца. География полетов – самые крупные города Приволжского и Уральского округов. Это Екатеринбург, Самара, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Пермь, Челябинск и наш Орск. В планах выход на международный уровень. Куда еще собирается лететь Оренбуржья? Этот вопрос задавала Ольга Патрушева. Л-410 отрывается от земли, стремительно набирает высоту и пропадает в небе. Через два с половиной часа он приземлится в аэропорту Екатеринбурга. А в это время, в своей очереди, ждут его собратья по небу. По крайней мере, считаю, что это надежный самолет. Экскурсию по пока еще небольшому авиапарку проводит командир авиационной эскадрильи. Говорит, решение о том, на чем пассажиры будут улетать из аэропорта Оренбуржья, принимало само правительство. И выбор этот он одобряет. Один из плюсов к погоде неприхотлив. Без дозаправки может пролететь более тысячи километров. Максимально 1400 километров. И продолжительность четыре часа в воздухе. Плюс аэрмонационный запас еще на один час. Сейчас таких крылатых машин в авиакомпании «Четыре» летают они в восемь городов. Причем среди них не только крупные областные центры, такие как Самара, Нижний Новгород, Уфа, но и Орск. В начале года еще были опасения, что самолеты будут летать пустыми. Уже весной стало ясно, пассажирам летать нравится. Можно на автобусе, но это тяжело. Девять-десять часов. На поезде, значит, пересадка через Самару, конечно, удобнее. Понравились цены, которые не кусаются. Их удалось снизить благодаря федеральным и областным субсидиям. Они пошли на компенсацию так называемого летного часа. Это и стоимость топлива, и зарплата летчика, это и услуги аэропортов, которые принимают. Ну, очень много всевозможных расходов. Если условно посчитать, что себестоимость летного часа 100 рублей, то вот 50 рублей компенсируется, а 50 рублей оплачивает пассажир. В планах у авиакомпании «Оренбуржья» расширение границы новая техника. К примеру, вскоре должны появиться и рейсы в Саратов, и в города ближнего зарубежья. И подали заявку в Росавиацию на выполнение рейса «Оренбург-Октюбинск». То есть это уже международный рейс. Сейчас наша документация рассматривается в Росавиации, как только нам разрешат. Мы в плане того, что получаем пятый самолет, мы говорим сейчас, что ведем переговоры, и приступаем к выполнению рейса «Оренбург-Октюбинск». Пока не ясно, что будет, когда федеральная помощь перестанет поступать. Это случится уже 1 января 2014-го. Но правительство области обещает, на стоимость авиабилетов это никак не отразится. Субсидии областные в любом случае не иссякнут. Ольга Патрушева, Виктор Горошенев. Наше время. С шашкой и на коне. В день города Оренбуржцы окунутся в казачью культуру. Первая репетиция конного шествия казаков прошла сегодня. Конница из 20 лучших породистых скакунов на глазах у изымленной публики прошагала вдоль набережной, затем вышла на Советскую и завершила свой путь на улице Максима Горького. В день города, помимо настоящих казаков, в юбилейном шествии примут участие спортсмены и полицейские. Готовить лошадей к выступлению за несколько недель до праздника начали не случайно. Дело в том, что животные должны привыкнуть к городскому шуму, к многочисленным прохожим и сигналам машин. И сейчас о спорте. В активе две медали оренбуржцы Шата Ваниев и Анастасия Турчева блестяще выступили в Майами, где накануне завершилось первенство мира под дзюдо среди юношей и девушек не старше 18 лет. Бронзовым призером турнира стала Анастасия Турчева. Она показала третий результат весовой категории 44 килограмма. Еще один представитель Оренбуржской области Шата Ваниев добрался до финала соревнований, завоевав в итоге серебряную медаль. И сейчас к нам присоединяется наш спортивный обозреватель Сергей Тыщенко. Новости спорта Это новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. Разошлись миром. Резерв Оренбургского газовика и Бугурусланский нефтяник сыграли в ничью в рамках 18-го тура первенства страны по футболу среди команд третьей лиги. Поединок прошел накануне Бугуруслани. Выявить победителя соперникам не удалось. Встреча завершилась в ничью 2-2. Забитыми мячами в составе Оренбуржцев отметились Сергей Черноусов и Бату Латырия. Этот результат вряд ли принес удовлетворение командам. Оба коллектива по итогам тура потеряли в турнирной таблице ранее завоеванные позиции. По состоянию на сегодняшний день «Газовик-2» и «Нефтяник» занимают в чемпионате 9-е и 10-е места соответственно. Лидируют в дивизионе «Приволжье» по-прежнему «Шахтер» и «Сергиевск». Орский Южный Урал с победы стартовал в Кубке губернатора Оренбуржской области. Первым матчем предсезонного турнира «Синебелые» переиграли накануне на льду юбилейного со счетом 2-1 подмосковные «Динамо». С автора обеих своих шайб хозяева могут смело записывать голкипера «Динамовцев». Заливин начудил и в первом случае, когда забивал Артем Васюков и по сути привез сам себе второй гол, потеряв из виду ворота. Данил Галемулин в пустую рамку попал без проблем. К чести подмосковных хоккеистов руки они после двух курьезных шайб не сложили и вскоре один гол отыграли. Бросок Александра Титова был из разряда неберущихся. На большие силы «Бело-голубым» не хватило. В итоге 2-1 Южный Урал. И пока это все новости спорта. До встречи. В День строителя море подарков и хорошего настроения. Компания «Технодром» совместно с фирмами «Бош» и «Штиль» организовали для своих клиентов настоящий праздник под открытым небом. Гостей мероприятия развлекали творческие коллективы города. Кроме того, желающие могли поучаствовать в интересных и веселых конкурсах. От имени торговой сети «Технодром», от имени генерального партнера «Константа» я хотел бы поздравить всех строителей с этим замечательным праздником, с Днем строителя. На сегодняшний день этот трассы в Оренбурге является самым лидирующим по Приволжскому округу. Кто лучше всех обращается с бензопилой, как правильно и быстро вкрутить саморез. В конкурсах участвовали и взрослые, и дети. Так что без подарков не ушел почти никто. Но главным сюрпризом стал розыгрыш ценных призов – телевизор, ноутбуки, строительная техника и стияющий новенький скутер. Два раза в год будем проводить такие праздники на нашей территории, на территории других, по поводу розыгрыша таких призов. Призы будут только увеличивать. И каким образом можем принять участие? Это совершать покупки у нас от 3000 рублей. Главным счастливчиком этого дня стал житель села Черный Отрог Сергей Колесников. Именно его купон из лототрона принес ему удачу, а вместе с ней и ключи от скутера. Я даже не ожидал. Но дело в том, что тем более вчера день рождения был. Тем более день строительный, мы строительная компания работаем. Подарок очень хороший. Поймать удачу может любой желающий. Достаточно почаще заглядывать в магазины сети «Технодром». А уж найти там что-то важное и нужное для себя сможет каждый. Важная социальная информация и прежде от Оренбургских городских электрических сетей. 13 августа в областном центре и Оренбургском районе возможно отключение электроэнергии. Причина – плановые ремонтные работы. Уточнить всю информацию можно на сайте компании в интернете, а также по телефону 56 83 38 либо 98 48 48. Оренбургские тепловые сети сообщают, в связи с ремонтом участка магистрального трубопровода с 13 по 17 августа будет отсутствовать горячая вода в некоторых районах города. Вся информация по телефону горячей линии 999 603 либо 996 640. И последнее. Над землей пройдет звездный дождь. В ночь на 13 августа можно будет увидеть яркое свечение в небе. Наша планета пройдет шлейф кометы. Британские астрономы отмечают, что сегодня каждый час в небе будут сгорать до 100 мелких метеоритов. Космическое представление начнется с наступлением сумерек и достигнет пика в предрассветные часы. Ну, по прогнозам синоптиков в небе должно быть ясно, так что увидим зрелище. Таким был этот день. До завтра. Что вдохновляет нас? Скорость. Непрерывное движение. Lexus RX преобразился вновь, опережая собственный успех. Обуздайте его сильный характер. Подробности в салоне Lexus Оренбург при поддержке ООО Toyota Motor. Субтитры создавал DimaTorzok